Знаете, какой мой самый любимый день? Завтра. Потому что завтра — это невероятный день. Миллионы людей, наконец-то, завтра выйдут на пробежку с утра, или зайдут на площадку с турниками, или воспользуются абонементом в фитнес-клуб, который они когда-то приобрели, а теперь он пылится без дела. Завтра миллионы людей избавятся от своих вредных привычек, перестанут есть фастфуд, бросят курить, перестанут вести сидячий образ жизни и начнут больше двигаться. Завтра миллионы людей, наконец-то, изменят свою жизнь. Они перестанут бояться сделать то, что они всегда хотели сделать. Найти новую работу, признаться в своих чувствах важному для них человеку, заняться чем-то новым, переехать в другую страну. Вариантов масса. И завтра это произойдет. Есть только один маленький минус. Никакого завтра не существует. Все, что у нас есть, это сегодня. Потому что вчера, оно уже прошло. Оно в прошлом, оно зафиксировано, его уже нельзя изменить. Завтра, оно еще не настало. Его еще нет. Оно в будущем, где-то, когда-нибудь, возможно, все эти слова относятся именно к завтрашнему дню. Потому что никто не знает, вообще проснется ли он завтра. Все, что у нас есть, это сегодня. Все, что у нас есть, сегодняшний день. Сейчас. И знаете что? Я придумал одну игру, которая позволит вам выжать максимум из вашего сегодняшнего дня. Она называется «Еще один день». В честь сообщества, в рамках которого когда-то и зародился воркаут, я думаю, в данном конкретном случае это название подходит лучше всего. Потому что каждый день, когда вы просыпаетесь утром, у вас есть еще один день, чтобы все изменить. Суть игры проста. Каждый день вы стараетесь выкладываться на 100%, делать все, что в ваших силах для того, чтобы достичь те цели, которые вы ставите перед собой. В конце дня вы ставите оценку себе. Либо плюс один, если вы действительно понимаете, что вы выложились, вы сделали все, что могли. Либо минус один, если вы понимаете, что где-то вы не дожали. Если можно было сделать что-то еще, но по какой-то причине вы это не сделали. Может быть, вы испугались, может быть, вы недооценили свои силы, может быть, просто не сложились обстоятельства. Неважно, если вы могли сделать больше, но не сделали, минус один. Если не боитесь участвовать в этой игре, пишите комментарий по правилам, которые описаны под видео, и мы начнём. Всё, что я могу гарантировать, это то, что те, кто достигнут результата даже в 100 пунктов, заживут абсолютно другой жизни по сравнению с тем, какой они живут сейчас. Это будет очень непросто, это будет тяжело, нужно будет постоянно выходить из зоны своего комфорта. Но поверьте, оно того стоит. И чтобы доказать это, я тоже приму участие в этой игре, потому что мне самому интересно посмотреть на результат. Да, и ещё. Обнулять результат в игре нельзя. Если ты начинаешь играть, ты должен каждый день отписывать свой результат, плюс один или минус один. В конечном итоге ты играешь только против самого себя, поэтому мне, честно говоря, плевать, будешь ли ты пытаться обмануть эти правила или нет. В конечном итоге ты обманешь только самого себя, поэтому... Если хочешь играть, играй честно. Выкладывайся на полную, и ты удивишься, на что ты на самом деле способен. Вот такое вот сегодня видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ну а мы увидимся в следующих роликах. Пока.